Приветствуем всех на нашем видеоуроке, посвященном white-пейджам и black-пейджам. Сегодня мы рассмотрим, как настроить, если ваш white находится в той же папке, где и клоака, если они лежат в разных папках, как настроить внешний white-пейдж и немножко поговорим о black-пейджах. У нас есть предварительно настроенный домен, пилз-эко.ру и хостинг с ASP-менеджером. В данный момент у нас white и black не прописаны. Давайте их создадим. Пропишем в них white. и black для того, чтобы нам было удобнее работать. И пропишем их непосредственно в нашем файле. Режим отладки выключим сразу. Обновим страницу. Мы видим black. Так происходит настройка, если ваш white и black-пейдж лежат в корне. Там же, где и файл клоаки. Можем попробовать включить геофильтры, чтобы нас редиректнуло на white. Как мы видим, все работает. Закомментируем, чтобы выключить геофильтры. И снова видим, что мы на black. Как видите, ничего сложного. Так происходит настройка, если файл клоаки и white-пейдж лежат в одной папке. Теперь давайте попробуем в разных папках. Для этого создадим каталог. Назовем его white. И перенесем white в эту папку. Как видим, он скопировался. И удалим из корня наш white. Если мы обновим, то скрипт выдаст ошибку, что путь указан неверно. Давайте поправим, чтобы все было правильно. Обновляем. И как мы видим, все работает. Так же можем поступить и с black-пейджем. Создадим папку black. Окей. И скопируем black-пейдж в эту папку. Как мы видим, скопирование прошло успешно. Удалим из корня. И пропишем в нашем клаке нашу подпапку. Нажмем сохранить. Окей. Обновляем. Все работает. Давайте включим геофильтр, чтобы увидеть наш white. Как мы видим, попадаем на white. Включим геофильтр, чтобы он нам не мешался. Теперь мы знаем, как настраивать white и black-пейдж, если они лежат в другой папке, отличной от той, где лежит непосредственно файл клаки. Теперь попробуем прописать внешний white. Для этого я предварительно нашел такой сайт. Перейдем сюда. И в качестве white пропишем его. Окей. В данный момент у нас открывается black. Чтобы увидеть white, который мы прописали по внешнему адресу, включим опять-таки геофильтр. Нажмем окей. Не обновимся. Как мы видим, редиректа не происходит. Сайт white-пейджа подгружается на нашем же домене. Все выглядит хорошо. Так происходит настройка white-пейджа на внешнем сайте. Попробуем залить на хостинг black, который нам предоставляет партнер. Для этого загрузим лендинг, который я предварительно скачала одной из партнерок. Загрузили. И теперь давайте его извлечем. Создадим каталог лендинг. Вот как мы видим, создался папка лендинг. И в нее извлекся наш лендинг скачаный с партнерки. Можем это проверить. Открыв его напрямую. Лендинг от партнерки загрузился нормально. Теперь давайте его запустим через наш клак. Для этого, как мы видим, в папке лендинг есть файл индекс.пхп. И давайте его и пропишем в качестве black-пейдж. Сохраним. Ок. Обновим. Как это часто бывает, у нас не подгрузились стили. Что же с этим сделать? Это очень частая проблема. Открываем наш индекс.пхп. И как мы видим, здесь у нас прописаны вот такие пути. Но файл лежит под папкой лендинг. Поэтому возьмем, скопируем весь текст. Открываем его в блокноте. И проведем автозамену. Заменить все. И загрузим его обратно. Сейчас останутся кое-какие проблемы. Потому что мы только ксс прописали. Как мы видим, верстка уже выглядит хорошо. Для того, чтобы проверить, остались ли какие-то еще неполадки с лендингом, мы откроем консоль разработчика. И как мы видим, здесь есть некоторое количество ошибок. Открыть консоль разработчику можно либо Ctrl-Shift-I, либо просмотреть код. И здесь перейти в консоль. Как мы видим, у нас еще есть ошибки, связанные с PNG-файлами и с JS-файлами. Вернемся в наш блокнот. И посмотрим. Вот у нас есть JS-файл, которые не прописались правильно. Поменяем их тоже. В первый раз эта процедура может вызвать какие-то сложности. Но в дальнейшем проблемы с этим быть не должно. Давайте обновим снова код. Ставим, нажимаем сохранить. Обновим. Как мы видим, количество проблем значительно уменьшилось. Осталось лишь несколько картинок, которые не подгрузились. Давайте посмотрим, где здесь у нас есть картинки. Для этого можно выполнить поиск. Там папка называется AMG. Вот мы видим. Произведем такую же автозамену. Нажмем сохранить. И обновим еще раз. Как мы видим, все ошибки исчезли. Консоль разработчика можно закрыть. Лендинг работает абсолютно корректно. Никаких аномалий не наблюдаем. Таким образом у нас прописан внешний white page. Мы научились загружать лендинг. Проверить в нем CSS, JavaScript и картинки. И все у нас работает отлично. На этом видеоурок. Данные можно заканчивать. Спасибо за внимание. До встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!